Мам, я на учёбу! Нить проверила? Да, всё с ней в порядке. Спрячь её и не трогай лишний раз, не дай бог случайно зацепишь. Опять вы? Прикинь, ты не одна в этой школе учишься. А могла бы одна, если бы пообрезала всем вам нити. Так и чешутся руки. Смотри, чтоб за твои слова тебе никто нить не отрезал. Даже если захотеть не найдёте, я её тщательно прячу. Да и все знают, что будет от моего папочки тому, кто хоть пальцем меня тронет. Все слышали? Если что, начинайте с её отца. Дети, начнём наш урок. А после него отправляйтесь в 35-й кабинет на проверку нитей. Да сколько можно их проверять? Чего вы все о них так печётесь? Реально, почему у нас вообще есть эти нити? Чувствую себя какой-то марионеткой. Так и есть. Что? От нитей зависит ваша жизнь. Перережете нити и исчезнете. Все мы с ними рождаемся. И если хотим жить долго и счастливо, то должны беречь их. Моя мама рассказывала, как видела в роддоме, что не все дети с ними рождаются. Но почему-то потом даже тем, кто родился без нити, всё равно их пришивали. Фу, какой ужас. Бред, твоя мама, наверное, любит рассказывать тебе сказки на ночь. Все мы с ними рождаемся. Ну да, ну да. Кира, ты что-то знаешь? Почему на уроке ты насмехалась над тем, что говорит учитель? Есть теория о том, что действительно не все люди рождаются с нитями. С ними рождаются только марионетки. Люди без своего сознания. Ими движет нечто другое. Кто-то управляет ими. Если обычный человек перережет нить, с ним ничего не будет. А вот если марионетка, она исчезнет навсегда. Какой в этом смысл? Почему тогда всем людям их приделывают? Разве не в интересах людей вычислить марионеток? Ведь они могут быть опасны, если ими кто-то управляет. Это выгодно кому-то свыше. Они не хотят, чтобы марионеток было легко вычислить по нитям. Поэтому пришивают их всем людям. Марионетки собирают информацию. И их руками вершатся всякие грязные дела. Странно, что моя мама тоже об этом говорила. Думаешь, это правда? Я знаю, что это правда. Ты где пропадала всю перемену? Стояла в очереди в столовку. Ты видела, сколько там людишек набежало за пиццей? Пришлось выпустить своего тарантула. Сразу все разбежались. Неголодные, наверное? Да, Лис, хорошо всегда иметь под рукой такой козырь на все случаи жизни. А, погоди, у твоего паука что тоже есть нить? Ну да, у всех же она есть. Мне кажется, это распространяется только на людей. Ты ему ничего не пришивала? Нет, конечно. И вообще, где ты увидела у него нить? Может, это паутинка из жопки торчит? Не знаю. Вернулась? Как дела в школе? Все хорошо, мам. А ты правда видела, что некоторые дети рождались без нити? Да, но я не уверена в правдивости своих воспоминаний. Я потеряла сознание во время родов. Очень смутно все помню. А я? Я родилась с нитью? Да, кажется, ты была с ней. Не помню. А что за вопросы? Да так просто было интересно. Я пойду уроки сделаю. Ну ладно. Так значит, если Кира права, я могу быть той самой марионеткой. Чего звала? Еще и в такое безлюдное место. Кира, слушай, а что если эту теорию проверить и отрезать нить? Я уже проверила. У меня несколько лет нет нити. Я приклеиваю ее каждый раз, когда собираюсь в школу. Все, что я сказала, правда. Что? А как ты думаешь, к животным, насекомым и так далее эти нити тоже приклеивают? Нет, зачем? Это распространяется только на людей. Нить может быть только если это питомец марионетки. Он с ней с самого рождения. Значит, Лиза может быть одной из них? Что будет, если мы обнаружим марионетку? Она не даст обрезать себе нить. Помни, что за ней стоит кто-то во много раз умнее всех нас. Но если бы человечество избавилось от марионеток, то у того, кто за всем этим стоит, больше не было бы власти над людьми. Жаль, до большинства этого никак не донести. Лиза, а дай подержать твоего паука. Чего? В последний раз, когда я тебе пыталась его всунуть, ты сознание потеряла. Да, но я решила бороться со своими страхами. Как говорится, взгляни своему страху в его восемь глаз. Ну, держи. У нее ножницы за спиной. Ника, это правда? Зачем тебе ножницы? Ты что, хотела прикончить малого паука? Нет, Лиза, мне нужно было кое-что проверить. Знаешь, Ника, мне пора на урок. Лучше держись от нас подальше. Блин, и теорию не проверила, и подругу потеряла. Стоп, а какое вообще до всего этого дело Линси? Почему она заступилась за Лизу? Мы же враги. Тебя это удивляет? Очевидно, что Линси тоже одна из них. Хочешь это проверить? У меня есть план. Какой? Сегодня на проверке нити тихонько подойди к Лизе, когда ее нить будут осматривать, и отрежь ее. Это наш единственный шанс. А я сделаю то же самое с Линси. Если они не марионетки, то им ничего не грозит. Ты со мной? Мне как-то страшно. Чувствово, как будто я делаю что-то плохое. Нет, мы единственные, кто знаем правду и пытается хоть как-то помочь этому миру, а не жить в рабстве ниток. Возможно, мы станем героями. Ты права. Надо рискнуть. Лиза, ты следующая. Подходи к проверяющему. Прости, Лиза. Чего приперлась, Готка? Отойди. Не видишь, мне нить проверяют. Давно мечтала это сделать. Господи, вы что наделали? Держите их! Они исчезли. Бежим! Они что, правда были марионетками? Все это время моей лучшей подругой кто-то управлял? Где твоя нить? Дай я ее посмотрю. Возможно, она тоже приклеена. Держи. Знаешь, Ника, из тебя бы вышла отличная марионетка. Жаль, что это не так. О чем ты? Твоя мама была права. Есть дети, которые рождаются без нитей. Но такой ребенок всего один на наш город. Скорее всего, твоя мама и правда его видела. Что? Мы все марионетки? Нет, Ника. У обычных людей действительно жизнь зависит от их нитей. А вот у марионеток только от того, кто ими управляет. Ты... Ты обманула меня. У тебя нет нити, ты... Марионетка. Прощай, Ника.